Всем привет! Я Марина Курвиц, образовательный блогер, технолог, который делится с учителями инновационными фишками. И сегодня мы поговорим о шести причинах для использования онлайн-доски Padlet в совместной работе. Я переключаю камеру и приветствую теперь не только тех участников, которые будут смотреть на записи, но и тех, которые подключаются сейчас к онлайн-трансляции. Всем привет! Коллеги, присоединяйтесь к нашей трансляции. Отлично, сердечки пошли. Добрый день! Добрый день, Ольга! Кстати, когда вы присоединяетесь, пишите в чат «Добрый день! Приветствия мне! Приветствия всем остальным участникам!» И можете также писать свое имя и, возможно, например, предмет, который вы преподаете. Потому что некоторые ваши имена пользователей я уже изучила, я знаю, как вас зовут. А у некоторых еще не могу прочитать, не могу разобрать, что у вас там написано. Поэтому можете смело вписывать свое имя тоже. Добрый день! Добрый день! Вот какое имя хочу знать. Так, а я, кажется, вспоминаю, я, кажется, вспоминаю чей-то аккаунт. Я, кажется, вспоминаю. Учитель математики Ольга, очень приятно. Так, Светлана. Светлана, добрый день, эстонский язык. Елена. Вот, Елена точно вспомнила. Елена Мирона, я же читала, конечно, ваш профиль. Русский язык. Хорошо. Это еще для чего важно? Это не только важно для того, чтобы я вас, коллеги, хорошо изучила. Это важно еще и для вас самих. Если вы нашли тут кого-то, кто представляет для вас интерес, когда человек пишет в чате, и вы видите слева его имя, нажмите на него. И затем вы можете увидеть его профиль и добавить его к себе, не в друзья, а фолловить его, да, следить за ним. Вы можете начать следить за этим человеком. Очень удобно, потому что, кто знает, сейчас это учитель может быть в роли наблюдателя только, а когда-то она, может быть, станет перископщиком, и очень-очень удобно будет следить за тем, что она делает. Итак, как настроение у вас? Как настроение? Можете при помощи сердечек показать. Здравствуйте, Надежда, английский язык. Очень хорошо. Очень хорошо, Надежда. Приятно, приятно видеть. У нас тут сейчас, посмотрите, все разные, еще не было даже повторяющихся, все разные у нас учителя учебных предметов. Так, сердечки пошли, настроение замечательное, и я сегодня... Конец учебного дня. Все кто радует? Слушайте, учителя, они так же, как и ученики, они тоже радуются пятницам, огорчаются понедельником и радуются концу учебного дня. Это все понятно, это все объяснимо. Хорошо. Я сегодня без анонса, я сегодня сразу с места в карьер. Я не успела поставить ссылку ни в Facebook, ни в Google+, сразу вышла вот так вот, потому что скоро надо убегать, и я подумала, если я дам время на анонс, то я, наверное, не успею, а мне нужно за дочерь убежать, со школы ее встречать. Поэтому я сразу вот так решила, решила начать неожиданно. А скажите вообще, коллеги, анонсы, анонсы, это когда я за 10 минут до эфира запускаю трансляцию для того, чтобы предупредить вас, что скоро будет трансляция, ссылку ставлю в социальные сети. Скажите, это вообще удобно, форма, что вам приходит на телефон извещение, через 10 минут мы запускаем, и вы знаете, что через 10 минут вы подключаетесь. Или, в принципе, это не имеет значения, вот что сейчас пришла внезапная ссылочка для вас, и вы подсоединились, или, например, через анонс. Для вас есть какая-то разница? Очень удобно. Удобно, что через 10 минут. Хорошо, тогда я буду запускать анонсы. Сегодня просто из-за того, что времени, времени мало, я сразу же так. Хорошо, тогда я буду дальше продолжать свою практику анонсов делать. И единственное, что у меня запускается флешмоб, я запускается флешмоб, и я посмотрю, буду ли я успевать делать оперативки, потому что я с флешмобовцами буду выходить в трансляцию. И не знаю, хватит ли мне еще на рубрику оперативка. Ну, посмотрим. Кто знает, может быть, второе дыхание откроется. Итак, хорошо, коллеги, мы начинаем с вами теперь доску Padlet. Я решила взять для разнообразия, а то я все Ленингапс, Ленингапс. А теперь-ка давайте мы с вами с доской Padlet познакомимся. Во-первых, скажите, вы вообще слышали о таком сервисе онлайн-доска Padlet? Или, может быть, о любой другой онлайн-доске? Принцип у них, как правило, всегда одинаковый. Работает, ну, как правило, не всегда. Да, слышали, хорошо. И, может быть, работали, может быть, кто-то уже работал с этой доской, потому что вы также можете сюда теперь накидать, как вы ее использовали в учебной работе. Я хочу сказать, я обратила внимание, так, кто-то нет, кто-то слышал, но не работал. Хорошо, кто-то использовал, кто-то работал. Я обратила внимание, работала очень хорошо, Елена. Тогда можете написать, как вы ее использовали. Я обратила внимание, что на моем блоге одно из самых популярных сообщений связано с онлайн-доской. Я когда-то, еще в 2009 году, на своем блоге написала про доску Double Board. А, Лино можно использовать, да. Доска Double Board, такая доска. И она уже не существует, но на это сообщение все время приходят люди. И я не знала, удалять его, не удалять с блога, оно у меня такое большое, там так подробно описано, как использовать в учебной работе. И я большими буквами туда красными написала, что, к сожалению, сервис больше не работает, недоступен по этой ссылке, но вот есть другие онлайн-доски, я даже перечислила, какие и с ссылками. И так как я сама, я вообще хотела сделать эту трансляцию под названием, например, 5 онлайн-досок для совместной работы или которые можно использовать в учебе. Но я сама, если честно, работаю с этим подлетом. Вот я на него подсела, поэтому я подумала, зачем я вам буду другие рекламировать. Их много, можно их найти, я думаю, в любом профессиональном сообществе или написать онлайн-доска, и вы найдете эти ссылки. Но я сама на этом подлете, я рассказываю о нем учителям, мои магистранты работают с этим подлетом. Поэтому я решила, расскажу-ка я лучше, как я использую подлет, как я использовала, и как, например, мои коллеги используют подлет в учебной работе. Итак, подлет, кстати, я чат не запустила, но ладно, я думаю, сейчас нас не так много справимся. Подлет – это онлайн-доска для совместной работы. Она невероятно простая. Кстати, я вам хочу сказать, что все сервисы, о которых я рассказываю, они все простые. Я не люблю в сложных сервисах. Все простое, все очень простое. В один клик создается новая доска, в один клик нажали «Создать доску», и все. И она у вас готова. Все, что вам нужно – взять эту ссылку, скопировать и скинуть ее в электронный журнал, поставить на свой блог, дать людям ее впечатать или послать по почте. Все, у вас есть доска. Любой, кто пройдет по этой ссылке, может добавить туда теперь свой текст. Или фотографию, или видео, или аудиофайл, любой текстовый документ. Все, что угодно, на самом деле, можно туда добавить. Невероятно удобно. Вот как, пользуясь этими возможностями, можно использовать в учебной работе. Первое. Первое, для чего всегда использую я, работая с учителями – мозговой штурм. Это организация, невероятно удобная организация мозгового штурма. Проводили ли кто-нибудь когда-нибудь посредством онлайн-досок мозговые штурмы? Можете писать в комментариях «Да», «Плюс один». Можете ставить сердечки, как вам удобнее. Удобно без регистрации, да. С регистрацией вы можете потом, по-моему, свои доски найти. Если вот вам нужно прямо сейчас, и вам, ну, в принципе, неважно, это такое одноразовое, акция такая одноразовая. Да, очень хорошо использовали, Елена. То можно без регистрации. У меня сделан аккаунт, потому что у меня этих досок, слушайте, ну, я не знаю, наверное, 50 штук, я думаю. Потому что каждый онлайн-курс, каждый очный курс у меня проходит с использованием этих досок. И мозговой штурм – это идеально. Например, проводим мы с Юрией мастер-класс или курс по перевернутому обучению. Выясняем, например, объекты переворачивания. Для того, чтобы прежде, чем перейти к обсуждению, участники сами накидывают туда, например, работая в группах или индивидуально, кому как удобнее, накидывают туда свои варианты. Что мы переворачиваем, допустим, что должно поддастся перевороту, что не поддаётся перевороту. И затем, вот исходя уже из их ответов, вытекает дискуссия. Невероятно удобно. И порой у самой в голове, когда ты видишь их ответы, рождаются такие мысли, которых до этого у тебя ещё не было. Очень интересно. И порой, например, у меня может работа с этой онлайн-доской и с их ответами участников затянуться на полтора часа, потому что возникает дискуссия, что очень нам и надо. Точно так же с учениками. Это ведь в самом начале урока может быть мозговой штурм по любой теме. Это можно накидать какие-то варианты ответов на вопросы учителя. Можно накидать, что мы помним из предыдущей темы. Или совершенно новая тема, и мы рассуждаем о том, что будет, какие вопросы возникают, или что будет по этой теме, и так далее. Для проведения мозгового штурма. Тут, конечно же, возможности очень широки для этого. Далее. Это был первый пункт. Второй пункт. Второй пункт – это ответы на вопросы учителя, как я уже сказала. Разбивка на группы, например, чтение книги какой-то, или просмотр видео, или обсуждение какого-то вопроса. И каждая группа можно на одну и ту же доску. Я, как правило, одну и ту же доску использую, причем очень удобно на одной доске все ответы участников. И на одну и ту же доску ваши ученики накидывают свои ответы. И потом опять-таки происходит совместное обсуждение и подытоживание. Очень удобно. Третье. Третье – это настолько нестандартное использование этой доски, это не мое решение. Одна моя эйсонская коллега его так использует. Когда она сказала, я была невероятно удивлена. Она использует эту доску как конспект урока, собственный, личный, или как, может быть, лучше сказать, как учебную среду для работы с учениками в классе. На каждый урок одна доска. На каждую доску накидываются ею все материалы, которые понадобятся ученикам для работы на уроке. Может быть, какие-то видеофайлы, может быть, какие-то совместные документы, какие-то инструкции, звуковые файлы, картинки, ссылки на странички. Все это составлено по плану. Ученики по короткой ссылке или по QR-коду попадают на эту доску. Понимаете, все инструкции там составлены, они работают. Все, они отталкиваются. Она говорит, зачем мне нужен блог, зачем мне нужен сайт. Мне так проще, мне так удобнее. Ну, вы видите, вот кто какие возможности увидит. Я, например, честно, таким образом еще не использовала. И для меня это было открытие, что таким образом можно использовать онлайн-доску. Вот что каждый увидел. Как для вас такое решение, коллеги? Онлайн-доска как учебная среда. Что думаете по этому поводу? Можете писать в комментариях. Если вам нравится, можете оставить сердечки. Это было третье. Теперь четвертое. Четвертое, коллеги, это фиксация результатов работы учеников. Допустим, они, я знаю, у нас магистранты математики так используют. Например, тема у них... Ага, отлично, сердечки пошли. Например, тема ромб или параллелограмм. Вот прежде чем, например, они придут к этой теме, начнут замерять, строить, вырезать, например, или они уже ознакомились, допустим, с тем, что это за фигура такая, дети берут в руки свои телефоны или планшеты, идут по школе или в парке, где они там находятся, и ищут параллелограммы, например. Или ромбы, или квадраты, или круги, или вообще все геометрические фигуры. Но дело в том, что когда они его фотографируют, это же остается у них в телефоне. Так вот, в онлайн-доске, что очень удобно, каждый ребенок может добавить ту фигуру, которую он сфотографировал, на онлайн-доску. И затем, когда они возвращаются к классу учителя, у него доска полная фотографий геометрических фигур, которые нашли эти учащиеся. Ну и уже к чему можно перейти дальше, чем можно заниматься дальше, тут уже решает сам учитель. Это один из вариантов. А ведь можно искать названия, слова, буквы на иностранном языке, любые какие-то другие объекты, ну, все, что угодно. Можно искать и фиксировать результат своей работы при помощи онлайн-доски. Пятое. Пятое – это сбор вопросов, например, при выполнении домашней работы. Если при выполнении домашней работы возникают какие-то вопросы, проблемные, не просто как это сделать, а какой-то проблемный вопрос, его можно также зафиксировать на онлайн-доску, фиксировать туда все ученики. Учитель дома видит, и, соответственно, отталкиваясь от этого, уже знает, как он построит следующий свой урок. Невероятно удобно. Опять-таки, вопросы учащихся, а это ведь очень классно, когда именно ученик сформулирует вопрос. Он сформулировал, значит, мы вместе им ищем ответ, он получил то, что он хотел. И так получается, что это не нам надо, а это ему надо, а вы его поддержали и вы его направили. Тоже хорошо вовлекает учащихся в учебную работу. И шестое, это шестое, для чего можно использовать эту доску, любую, не только падлет, да, но я конкретно говорю о падлете, потому что я лично с ним работаю. Я точно знаю, как он работает. Это организация обратной связи. Это обратная связь от учащихся, от ваших коллег, от родителей. Это могут быть какие-то пожелания, это может быть даже стенгазета. Это можно накидать решение каких-то проблем и так далее. Одна доска, простой инструмент, решений на самом деле множество. Итак, теперь, коллеги, я выдала 6 причин, по которым мы можем и должны, я не люблю слово, можем. У нас есть возможность использовать эту онлайн-доску и падлет в учебной работе. Если у вас сейчас какие-то вопросы, связанные с этим инструментом, знаете ли вы адрес? Хотя, на самом деле, если вы впишете падлет, вы найдете, тут и адрес не надо знать. Я, например, тоже адрес этого падлета не знаю. Если имеются какие-то любые вопросы, вы можете сейчас в чате задать. Я думаю, что когда-нибудь у меня будет обязательно на блоге публикация по этой доске. Но сейчас, в ближайшие две недели, скорее всего, все публикации будут связаны с флешмобом. И соответствующие инструменты, и какие-то методы, и какие-то кейсы у меня будут на блоге описаны, я думаю, скорее всего, с этим. Итак, я очень надеюсь, что эта трансляция была для вас полезна. Я очень надеюсь, что вам было интересно. Если это так, то можете поставить сердечки или, как на ютубе, пальчик вверх. Я желаю вам хорошего дня. Кстати, если кто-то еще на меня не подписан, вот у вас там, вот здесь, по-моему, должен быть такой человечек. Вы можете нажать, или у вас может быть с этой стороны, кстати, вот я даже не знаю, с какой стороны у вас стоит человечек. Вы можете назвать на человечка, и тогда увидеть мой профиль и подписаться на меня. Чтобы каждый раз, когда я выхожу в эфир, вы получали. Так, добро пожаловать всем, кто присоединяется в чат, но мы уже закончили. Так что эту трансляцию надо будет вам посмотреть теперь в записи. 24 часа она доступна. Можете также смотреть, можете также ставить сердечки. Спасибо, Ольга, спасибо. Очень, очень, очень надеюсь, что это для вас все полезно. И что бы мне хотелось, чтобы вы сразу брали этот инструмент, поняли, для чего он вам был нужен, какую проблему вы решаете, какую цель вы преследуете, и шли с этим сразу же, сразу же на урок. Потому что просто знать мало, нужно обязательно действовать для того, чтобы были конкретные изменения. Я все время настаиваю на действиях. У меня все курсы, все мои тренинги, они такие, чтобы вот три шага сделал, пошел, выполнил, вернулся назад, дал обратную связь, изменили опять. И также я с магистрантами работаю, и точно так же у нас будет и флешмоб. Обязательно, обязательно должна быть практика. Итак, нужно в работе применять. Все верно, все верно, потому что Анна, потому что просто информации море. Информации море, я все время говорю о том, что эта информация, она сама по себе никакой ценности не имеет. Вот эту информацию нужно рассказывать всем их вся, я в блоге пишу уже, уже сколько лет. Она ценности никакой и имеет. Имеет ценность только результат, только то, что может тебя довести до результата. На это большой спрос, и это именно то, что востребовано и нужно в 21 веке. А информации будет становиться больше и больше, ею нужно делиться, ею можно делиться, но, к сожалению, от одного знания изменений никаких не происходит. Так что все, что я рассказываю, коллеги, внимательно слушаем и обязательно внедряем. И если есть вопросы, как всегда, в Facebook, Google+, да, вы меня найдете, я в сети, и в Instagram, и на YouTube, я везде. Всего вам доброго, спасибо за просмотр. Уже язык заплетается, я побежала за дочерью, чтобы она меня там долго не ждала. Хорошего вам вторника. И завтра я выхожу на трансляцию со своими флешмобовцами, и я, например, уже завтра не знаю, сделаю я оперативку или нет. Давайте так, будут силы, запущу, потому что тем у меня еще много, у меня там программа для себя составлена, а если не будет, то вы сможете подключиться к нашей работе с флешмобовцами. Так, спасибо, коллеги, спасибо вам, спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши сердечки, и спасибо за вашу мотивацию и вовлеченность. Это очень-очень важно. Всего вам доброго, и до следующей встречи на оперативке. Ждем завтра флешмобов. Отлично, я его тоже жду, я его очень жду. Всего-всего доброго, коллеги. Пока!